Желаю приятного прослуживания. Некоторое царство, некоторое государство, Жила-выла бедная вдова Мельника. Муж ее работал всю жизнь, но так и не скопил богатство, А наоборот, умер от бедности. Мельничих, ада ее маленькая дочка, жили тем, Что помогали уборкой житьем в чужом доме. Жила одна бедная вдова по лесу и собирала хворост, А навстречу ей старик в черной фуфайке. Посочувствовал ей старик и говорит, Я могу тебе помочь, ты будешь богатая, Ни в чем не будешь нуждаться, Но взамен богатство отдай мне то, что у тебя позади дома. Позади дома, подумала старая вдова, У меня растет только яблоня, она давно не приносит плодов. Возьми ее, если тебе нужны дрова. Хорошо, сказал старик, засмеялся, исчез. Только не знала вдова, что это был черт. Сосмеялся он, потому что хотел утащить не старую яблоню, Что росла позади дома, А красавицу и умницу дочку, Которая как раз в ту пору подметала двор. Три года жива она в страхе божьем, И греха не знала. Срок между тем прошел, И настал день, когда черт порешил ее утащить. Девочка так чисто умылась, И очертила вокруг себя мелом круг, Что черт не смог к ней приблизиться. Тогда черт разгневался пуще прежнего, И закричал, что утащит бедную мельничиху с собой, Если та сейчас же не отрубит своей девочке руки. Без рукой дочке мельничихи нельзя было оставаться дома. Моя мать ничего не стала бы обещать черту. Бедная женщина, что тебе надо? А мой папа говорит, что детей надо воспитывать строго. А я когда вырасту, я рожу своему мужу дочку, И я буду очень ее любить, и гулять с ней по лесу. А я выйду замуж за графом. Мы поедем с ним в оперу. У меня будет платье цвета речной воды. Складки будут спадать к низу, И подхвачены золотым шнурком. Вот здесь, под грудью. Под грудью. Так ведь у тебя еще ничего нет. Как член общества цветов. Я должна сказать. Наша казна вчера пополнилась двумя членскими взносами. От гортензии. От кого? Гортензия дочь старосты. И от ромашки. А еще член общества Ботва заплатила вчера штраф 20 трапинов. И даже не поморщилась. Она все время ехает. Да, но это она мастерица-фиалка. Она ведь, видите ли, не хочет называться Ботвой. Мол, зовите ее Лилией. А я ей говорю, ну какая же ты Лилия. Ведь ты весь день жуешь. Зато зубы у нее выдаются вперед. А это очень красиво. Как у английских герцогиней, например. Да, да, да. Герцогини, небось, тоже весь день жуют. И не умеют целоваться. Представьте, женщина не умеет целоваться. И хочет, чтобы ее называли Лилией. Я сразу же штрафовала ее, ну просто так, чтобы пострелить немножко. Я когда вырасту, у меня будет 10 мужей, и я всех и буду целовать. Для 10 мужей ты, пожалуй, через черху, да? Через черху, да? Почему это? Да так. Ничего подобного, я и для 15 хороша. Хотите? Я покажу вам одну вещь. Вот что я нашел. Эй, там у мороженого. Мороженщик. Чушь, ну-ка сделай вид, что ты их не заметил. Но ведь мы должны предлагать свой товар. Эти 12-летние гусы не совсем не то, что взрослые покупатели. Если ты дашь им понять, что заметил, они начнут гоготать и даже не подумают что-нибудь купить. Я возьму порцию мороженого и лимонаду. Откуда у тебя деньги? Эй, 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 эй! Слышишь, голос крестьянина. Сейчас он их отвлечет, и можно будет говорить. Холодный лимонад, тянучка. Ну, лимонад сладкий, но не приторный, как сироп. Чем слаще, тянучше. Ну, послушайте, разве мы не настоящее общество цветов? Ведь мы даже не знаем, куда нам тратить наши деньги. И у нас нет устава. Но мы можем распустить наше общество. Ведь мы его учредительницы. Что-то в этом есть нехорошее. Вот ромашка. Пусть все решится само. Не портся, Малина! Нет, не портся, Малина! С общественной кассой мы покончили. Нас посадят в тюрьму. В женскую тюрьму. Бедный мой папочка. Он не сможет меня навещать. Ему будет стыдно. А ведь он школьный учитель. А мы объявим, что ликвидация общества стоила нам кучу денег. Мой отец говорит, что ликвидация всегда обходится страшно дорого. А уж он-то знает. Чуть не забыла. Держи, обещаю встретить коровы из стада. Бежим! А Тильда, ты с нами? Дождешься эту мечтать? Убежаем! Пришла тогда старая милничиха к твоей дочке и говорит. Милая моя девочка, не прости меня за все зло, что я тебе причинил. Но черт обещался утащить меня с собой, если я не отрублю твои руки. Я со страху пообещал ему это сделать. Так, дочка ей ответила, милая матушка, ты моя мать, делай со мной, что хочешь. И она притянула матери свои руки и дала ей их отрубить. В третий раз явился черт, чтобы утащить с собой девочку. Но та так долго плакала, что ее обрубленные руки снова стали чистыми и причистыми. И тогда он потерял на ему всякую власть. Похоже на кошку у блюдца с молоком. Кошка у блюдца с молоком похоже на коня, сбивающего копытами речной вардоворот. Садник на коне похож на птицу, взлетающую в белые облака. И он потерял на ней всякую власть. И он потерял на ней всякую власть. Садник на коне улучшения. Садник на конец. 이�окассник раз mix. Мама, мама, мама! Мама, послушай. Мати, ребят. Впредь ты больше не должна бегать голышом. Почему? Потому что ты девочка. Ну и что? Пусть смотрят на меня. Я чистенькая и волосы у меня вон какие красивые. Ты ведь уже совсем большая. Ничего не понимаешь. На меня нельзя смотреть, потому что я подросла вот на столечках. Не понимаешь. Матмативно. Представь, совсем скоро ты станешь взрослой. Выйдешь замуж. И, между прочим, твой муж ни по чем не согласится, чтоб ты бегала голышом у всех на виду. За такого я не выйду замуж, мама. Ты сама говорила, что стыдно должно быть только тем, кто солдал или украл. И тем, кто ходит раздетой. Ты так давно должна сама все это понимать. Ты же большая, правильно? Угу. Ну, как я, мама, могу понять? Кто мне объяснит, если не ты? Кстати, мама, я давно хотела у тебя спросить. Скажи, а как я появилась на свет? Ну, я имею в виду, что ты для этого сделала? А это я расскажу тебе как-нибудь в другой раз. Мама, ты вся раскраснелась. Ветер горячий и мне жарко. Ты сегодня, мама, такая смешная. Не смей меня дерзить. Ну, мама, ну почему ты мне не хочешь ничего объяснять? Ой, потому что ты еще маленькая. Ну, вот теперь я маленькая. То большая, то маленькая. Ну, объясни, мама. Ну, твой отец полюбил меня. А потом? Ну, женился на мне. А потом? А потом ты родилась. Смотри, 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 кошка бежит. Смотри, какая красивая пушистая кошка. Где они бежит? Ну, вон, видишь, хвост торчит. Мама, это не хвост. А что же это такое? Это труба большого парохода, который плывет по бескрайнию синему морю. Ну, и куда же он плывет? На остров. Где очень много зеленых высоких трав и огромных пальм и больших водопадов. На остров Явы? Пусть будет остров Явы. Фантазерка. Пусть аккуратный смех. К которой afterlife развеrot��요? Ну, смотри. К Rolle. Постает кликaca. Идем к Bobby. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помните, глубинка там, Ты Şey bendёнку хорошая фотографиейugeot. Густо, как волшебство, над долиной повален снег. Серебристая пыль завелась спиралью при порывах ветра. А с высокой еле с дрохотом посыпались целые хапки снега. Ветер то больно бил, то подхватывал подруги и нёс спутника с пригорком. А ну как глубоко проваленный снег. Крым над трупами елся самыми невероятными узорами. Самыми невероятными узорами. Раз, два, три. Крым над трупами. Крым над трупами. Крым над трупами. Крым над трупами. Здравствуйте, дети. Все на месте сегодня? Да. Замечательно. Тема нашего сегодняшнего занятия будет город Шанхай. Шанхай, один из самых крупных городов мира, потихоньку из маленького рыбацкого городка превращается в огромный портовый город. Папа мне всё это уже рассказывал. Я решила съездить в Шанхай, когда стану профиней. Там есть чайный дом. У них сидит маленькая китаянка в красном гимоноксе. И, прикладив колени, протягивает чашечку чая каждому посетителю. Я надену синие платье, чтобы они сочетались и радовали глаз моего мужа графа. Смотри, это новенький. Вчера он опять дёргал меня за косы. Ну всё, с этим покончено. Если он ещё раз попробует, я ему скажу. Мы не лупаем. Целоваться – это пожалуйста. А вот дёргать меня за косы – это ты брось. Я тебе не девчонка. В конце концов, я уже не маленькая. Но он же деревенщина. О значении роликов, которыми записывается слово Шанхай, означает «на», «на» – это первый иероглиф. А второй иероглиф означает «море». Бен сказал, что станет моряком. И что никогда не женится. Ну а ты что? А я сказала, что, конечно же, он прав. Но мы ещё об этом поговорим. Когда он подрастёт. Смотри, как ловко подел Мартина. Существуют разногласия относительно интерпретации названия этого городка. Официальная историография трактует его как «верховье моря», «взморье». Но другая, более поэтическая версия, говорит о том, что иероглифы надо читать задом наперёд. И тогда мы получаем значение «город у моря», «Приморск». Да о чём ты думаешь со временем? По дороге в школу я встретила слабому мою Юлю. Тоже мне приключение. Её вся деревня знает. Отец нашёл её в лесу. Говорят, она вылезла из-за кустов и долго ползала по поляне. Юле нельзя выходить замуж. Но муж ей всё-таки нужен. Да, она шла по деревне с голой грудью. И по дом весь рваный. Я считаю, что уж если выходить замуж, то так, чтобы было чем гордиться. Ну что ж, на сегодня занятие закончено. Домашнего задания не будет. Все сломаны. Давай. Бен, Бен, постой. А ты мог бы проводить меня сегодня до дома? Я боюсь, что ко мне пристанет эта злобость. Нет, он всегда мучает меня всякими глупостями. То леденец подарит, то продолжит прокатить на их телеге. А давай я девчонок провожу до дома, а то вечно у них всякие страхи. Ну мы же собирались пойти на конюшню. А ну вот иди на конюшню, а я девчонок провожу, а? Ну пока. Давай. Не надо. Мы сами дойдем. Что ты так уставился? Можно подумать, что я твоя жена. А ну проваливай. Без силы. Ну зачем ты так? Он же хотел как лучше, ты сама просила. Так ты не делай вид, что ты ничего не понимаешь. Мы уже не дети. Подумайте только. На день рождения я заказала себе новую модную шляпку. Не какое-то там воронье гнездо, а настоящую вишневую шляпку с фуалеткой. Скоро все начнется. Роза! 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 Птики... Похоже на звезды! А звезды! А звезды похожи на тройкоцузные? А тройкоцузные камни похожи на прубь, который папа пьет вам. А молоко похоже на белую ткань. Мелую и шутка. Аткань похожа на белую. Гррррррррр! А-а-а! В том самом месте, где тропинка, расширяясь, сползала к ручью, проползала коричневая улитка, длинная и мокрая. Свалив на спину весь свой скарб, она переползала по пыльной дороге куда-то на другой конец света. Глубоко-глубоко под землей на толстом корне дерева сидел король карликов. И отсчитывал время. Январь, февраль, а потом весна, лето, осень и снова зима. И решил король карликов снова собрать свое племя и, раздав им задание, отправить назад. Обмакнув краску кисти, карлики проводили не покормя на цветов. Секунда, и они распускались. Секунда, и они распускались. Секунда, и они распускались. Матиль, что случилось? Матиль, да я жду. Ну а что случилось потом? Не знаю, но что-то все-таки случилось, что-то случилось. Ты убила мотылька? Нет, мимо, нет. Я побежала за ним самую чаще, я просто хотела догнать его. Ты кого-то встретила в лесу? Да, не отжимала. Я просто увидела, как он сел вращение, долго смотрела на нее и задремала. А потом меня нашли девочки. Матильда, не смей больше ходить в лес. Ни одна, ни с девочками. Ты поняла меня, Матильда? Ты меня поняла? Матильда. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Роза, что с тобой? Да и откажется. Сейчас все придет. через три месяца я умру я знаю вы будете меня вспоминать какие глупости я хочу чтобы на моей могиле не было ни креста ни памятника а только куст сирени вы сделаете это да роза даме матиль прошу тебя умоляю только не говори папе как неплохо для него это ужасное горе и еще вы должны остерегаться моего дыхания иначе нам нельзя будет находиться в одной комнате если ты поправишься я подарю тебе свою книгу сказок я хочу рассказать вам один секрет но только в том случае если вы поклянетесь хранить его до самой моей смерти так вот вчера я получила письмо из люцерна от незнакомца от очень знатной персоны это точно вы не поверите он просит разрешение приехать и обручиться со мной но я разорвала письмо и написала ему всего лишь несколько строк ваше предложение для меня большая честь но сейчас уже слишком поздно сейчас уже слишком поздно поза ты непременно выздоровеешь где же моя рубашка никак не найдешь что если в комнату войдет мужчина никто не войдет некому теперь пусть входит и тогда я скажу ему вы же видите сударь что вы не кстати я не одна и к тому же мне нужен покой почему так светло пошли она отражается отвергая такое ясное небо смотри она уснула кожа кажется совсем прозрачной Я такие тонкие руки. Она хочет быть графинкой. А я хочу быть просто хорошей женщиной. А, соседка. Я оставила девочек у себя. Они набегались. Кажется, Роза себя не очень хорошо чувствует. Все труднее отпускать ее домой. Из дома. Ну, что делать? У детей появляются свои дела, свои интересы. Вы боитесь остаться один? Ну или поздно со всеми это случается. Только в моем случае. Надо обязательно, чтобы Роза на ночь пила молоко. Я дала девочкам молоко с печеньем. Не переживайте. Вот что я вам покажу. Что это? Представьте себе, что черное это белое, а белое это черное. Кажется, в жизни пока все не так. Это негатив. Что видите? Лицо. Портрет это Роза, да? Да. Это моя девочка. Я хотел для начала сфотографировать что-нибудь попроще, но одуванчик разлетелся от меня. Кошка убежала. Даже вместо облаков получились какие-то размытые полосы. Только у моей девочки хватило терпения дождаться конца выдержки. Я надеюсь получится хорошая фотография. Да. Я побегу, а то поставила тесто боюсь. Да, конечно. Только знаете, не нужно, чтобы Роза оставалась с девочками в комнате. Кошка! Только что в появившемся вывозках, и там не успех лицо. А в отрывках пошатся пять пушистых комыньков. Кошка смотрит голубое высокое небо. Да черная птица как будто дразня подлетает все ниже. Секунда. Изверь чихает. Скрывает перья с окровавленной пасти. Распростертое тело возле покосившегося крыльца. Мама! 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 Это что такое? Это что? Кровь? Я ничего не делала. Прости меня, пожалуйста. Прости меня испорчено. Все хорошо. Все тихо-тихо. Ничего страшного не произошло. Все. Все хорошо. Вот такой стала женщина. Как это? Да. Правда? Угу. И в школу ты сегодня не пойдешь. А давай, знаешь что? Давай мы с тобой завтра съедем в город. Ну? Мы будем кататься на трамвае. Угу. И купим мороженое. А еще мы купим длинную зубку. Да. Ведь я уже теперь совсем большая. Мама, может быть мы еще сходим в обсерваторию? Посмотрим на звезды. Угу. Здорово. Проходим. Да, господин учитель. Что? Розе плохо. Да. Да, я помогу. Я найду Матильду. Она была где-то в деревне. Да. Да. Надо же. Совсем весна. Роза дождалась весны, как и хотела. Субтитры Диме. У них девочка, простенька, девочка подросток. Они все еще читают, украсывают книгу сказок. Читают доверчиво и радостно. Ничему не удивляясь. Всего месяц, как Матильда с Розой попали в пургу и, вернувшись, рассказывали, что увидели перед собой огромного белого коня, летевшего во весь опор, и различили хохот странников в завывании в юге. А сейчас в окно было видно, как лимонно-желтый модельок, вернувший к львовому цветку, раскачал тонкий, как милка, стебедок. Беспомощная звездочка склонилась до земли, трепещая, извиваясь от лимонного и грубого прикосновения. «Пусть моя душа садилась на большие цветы», — прошептала девочка-подросток бедными губами, губами, которые когда-нибудь станут яркими, как сама жизнь. И тогда ночью из-за дерева снова вышла девушка без рук и откусила от груши. И священник спросил ее, ты дух или кто? Ты привидение или простой человек? И она ответила, я не привидение, а всеми покинутая девушка. И тогда король сказал ей, если ты всеми покинута, я тебя не оставлю. А так как была она очень красивой и доброй, он взял ее с собой во дворец. Казалось, Роза шепчет, не хочу умирать, не хочу, не хочу. Испуганная девочка с бледными губами, губами, которые скоро станут яркими, как сама смерть. И тогда король женился и сделал ей серебряную ручку. Но вскоре ему пришлось уйти в военный поход. Я наказал своей матери. Если моей жене придется рожать без меня, тут же пошлите мне гранца с весточкой. Матильта, что ты скажешь, если у меня родится небрачное дитя? Роза, это не может быть. Сначала какой-нибудь мужчина должен полюбить тебя, потом жениться на тебе, и только после этого может родиться ребенок. Да нет же, это бывает и без женитьбы. Такова участь многих женщин моей судьбы. Ты помнишь, знатного англичанин из кафе «Голубой барашек», который сказал мне «Ай, ду-иду». Ему бы я отдалась. Ведь я его любила. Но он умер. Он умер. И теперь ни один мужчина на свете не должен прикасаться ко мне. Ты понимаешь? Я тебя понимаю, Роза. Укрой. Мне холодно. Ты должна поправиться. Пожалуйста, ты должна поправиться. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы моя сестра Роза поправилась. Если она выздоровеет, я подарю ей свою красную книгу сказок. Сказки-то так мало. Ведь это единственное мое достояние. Господи, если моя подруга Роза выздоровеет, я буду всю жизнь стоять на коленях на острых камнях. Пожалуйста, ты не можешь отправиться. Пусть она выйдет замуж за графа. И пусть родит внемрачное дитя англичанину, сказавшему ей хауду-иду в прошлом летом у кафе «Голубой барашек». Господи, скажи, что я должна для этого сделать. Я сделаю все, что ты скажешь. Я сделаю все, что ты скажешь. Тебе нужно идти домой. Наша Роза умерла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А давай я тебе помогу? Ни к чему, я сама справлюсь. Брось сказала, Матильда. Пойдем вместе. Нет, ну ты только посмотри, как он на меня уставился. Можно подумать, что я его уже... На твоем месте я бы просто-напросто ушла. Тогда он подумает, что я его боюсь. А ты не боишься? Боюсь. Иначе меня бы здесь совсем не было. Я тебя не понимаю. Я сама себя не понимаю. Я хочу, чтобы уже поскорее стемнело. Вчера вечером я видела его в лесу. И что он сказал? Ничего. А ты видел ее вчера? Матильда. Да. А ты встречался с Астрой? Ну да. Вчера в кабачке я на углу. Удивительное дело. Я провожу мою Матильду? Глупая шутка. Астра, а в этом году опять погоните сход на горные пастбища? Надо думать так. На следующей неделе в кабачке на углу танцы. Я бы сходил. Так, ясно. Там же все деревни будут. Так, ясно. Так, ясно. Мартин. Мартин, привет. Почти, если ты вяжешься с нами, я на конгитансе не прийду. Ты же так хотела танцевать. Так смотри. Ну, ты собрался на мне жениться. Сегодня чудесная погода. Что ты ходишь? Мы на танцы. Ты знаешь, я вчера в горах видел целое поле восеков. Подумал, как глаза у моей остры. Ты вчера в горах? Я там дорогу знаю. Никаких восеков-то и не было. Просто никогда так далеко не захочешь. А в следующий раз я принесу ей целый букет на когашку. Смотрите, это же Юля. Она же сумасшедшая. Зачем она пришла танцевать сюда с нашими парнями? По-моему, это так стыдно. Неживание насильно. И вообще, отодвинься. Да поворот же. Нарушу фигуру и все будет. На нас в глазе. А по мне уж лучше пусть другие смотрят. Вот отец говоришь, что мне нечего с тобой решать. Ты не очень деревенщина. И замашки у тебя крестьянские. А деревенские они знаешь какие? Самые сильные, добры и умелые. Я промажу мою мать ими. Глупости какие. Что я сама дорогу не знаю. Мне было бы приятно. Отойди. Где? А-а-а. А-а-а. Мы тебяр мы убедем. А-а-а. А-а-а. Спасибо. Семенов. 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 Делай, что тема прикажет. Прекрасно. Да и плохо, я только за руку взял, а ты ему что-то размутируешь. Да не сердец. Ну что, тебе рука? Держи. Надо было её всё-таки до самого дома проводить. А ты ко всем такая добрая, только к сумасшедшим. Я не добрая, просто она может заблудиться. Отец найдёт её. Ну тебе ж, в самом деле, её искать. Почему бы не тебе? Потому что у меня есть объект попривлекательнее. Думаю, что я зря все вечера просиживал у вас под окнами. Я думала, тебе нравится, как я вслух читаю. Да, особенно в учебниках всемирной истории. Ой, да, слушай, я тут недавно прочитала про пожар в Риме. Да, про каригулу ты мне уже рассказала, теперь вот про пожар. По-моему, это очень интересно. Вот поступишь в город учиться, и очень тебе пригодится... Мечтательница. Ну а что? Пойдём положить, потому что поздно. Не всё же, если я бодрака на чужих обороны провожу. Так у тебя всё план уже значит. Определены? Отец говорит, прикупим земли, построим дом. Только для этого нужно жениться. Надо её канцер. Отец говорит, она согласна. Вот так значит. А мне ты это... Ты чем говоришь? Ну так я... Чтоб по чести. Я же тебя люблю. А мне теперь что прикажешь делать? Порадоваться за вдову канцера? А то, что ей сто лет скоро, это ты не видишь? А то, что у неё... У неё рот кривой, это ты не замечаешь? Дура она, вдова твоя, набитая. Она же уродина. И денег у неё давно уже никаких нет. Вот она и вынуждена накупать себе разных шляпок и платьев, чтобы в глаза не бросалось. Поговори с отцом. Он не изверг, он поймёт. Обещай, что поговоришь. Шшшшшшш. Шшшшшш. Шкафшшш... Поехали! Поехали! Держись. Счастливая все-таки Астрика! Мартин ее так любит! Вот он скрывает, но даже я вижу. Началось. Мам, скажи, а я очень некрасивая, да? Тебе кто такой сказал? Ты у меня самая красивая и самая умная девочка. А почему тогда у Астра с Мартином любовь, а на меня никто не обращает внимания? Ну так уж и никто. Ни вот на столечке. Ни вот на столечке. Ну а Вертер? Вертер? Что Вертер тоже мне нашелся, герой Геттовского романа? Это не серьезно, просто подумаешь, пару раз до дома проводил, не считается. Ну хорошо, хорошо, нет так нет. Вот если бы мама у меня в груди была как у Астра. На меня тогда все обращали внимания. Ну хотя еще знаешь что? Я тебе сейчас покажу. У меня мама красивая внимания. Смотри, если вот так встать, одну ногу вот так согнуть и другую не сгибать. И вот так для чего, да? Правда же красиво? Если еще чулочки надеть, те, которые я видела, в такой маленький цветочек в городе, в магазине, ты бы мне купила, я бы была самая красивая. Ты у меня самая красивая без всяких цветочков. Потому что твои ноги под юбкой все равно никто не увидит. Ну это верно. Но зато, мама, если бы был маскарад, я бы могла одеться мальчиком. И тогда бы мои ноги, штаны, брюки все бы видели. Вот это была бы... О, красота! Красота! Красота. К тому же, приданного у меня нет. Ну, я вот всегда. Приданного у тебя нет. Но зато тот, кто женится на тебе, сделает это действительно по-любим. Мам. Скажи, а как у меня папа? Ты же знаешь, что номер сердечного приступа. Ну, он же отчего-то этот приступ произошел. Матильда, я разговаривал с учителем. Он сказал, что тебе нужно ехать учиться или в Париж, или в Лондон. Что у тебя есть способности, и тебе нужно их развивать. По-моему, это страшно, но ехать вот так из дома. Ну, и не развивать те способности, которые тебе дал Господь, тоже нельзя. Если ты можешь помогать людям, ты должна им помогать. Ну, и так Паули говорит. Паули, мама, как я скучаю по Паули. Он такой замечательный. Помнишь, как он нам придумал с Розой и Астры, и игры, когда мы были детьми? Да, теперь он изменился. Он стал святой отец, и его надо слушаться. Даже поверить трудно. Как это он теперь святой отец? Я привыкла, что он кузен, и с ним можно вот так взял. Да, скоро он приедет, и ты увидишь, как он стал важен. Мам, здравствуйте. Чай будешь? Да, пожалуйста. С чего такой заговорческий вид? Он хочет, чтобы мы убежали с ним в Америку. Там мы сможем пожениться. Жениться? Жениться. В Америке? Почему в Америке? Ну, потому что отец Мартина хочет женить его на другой, на вдове. Хотя Мартина ее даже сам толком не знает. Так жениться китайцы. Отец выбирает сына невесту, а потом, прямо перед самой свадьбой... Да, но Мартин не китайец. Так все изменилось. Матильда, разве год назад я могла себе представить, что выйду замуж? По-настоящему выйду замуж. А тебе не страшно? А тебе? Мне? Нисколько. Правда, брак может оказаться несчастливым, если мы, выйдя замуж, полюбим кого-нибудь другого. Да. Бедные мы, бедные. Бедные мы, нет, мамаш. Пошли. Бедные мы, нет. Субтитры сделал DimaTorzok Горные вершины заглядывали в сад Два больших шмеля ткали солнечный день Яблоня с дихим шелестом поворачивала к свету свои серебристые листья А распускающиеся цветы, шатаясь от теплого ветерка, шептали друг другу продолжение сказки Разпустившийся у калитки куст шиповника, кажется, знал, кому он был обязан своим светением Паули, 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 приехал! Паули, 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 Паули! Тише, тише, тише! Паули, наконец-то, ты меня запущу! Слушай, как ты же не запущу! Все, 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 я тебе! Слушай, а хочешь ли я тебе пирожков напеку? А скажи, как поживает тетушка? А хочешь, хочешь, мы с тобой в лес ходим погулять, как раньше? Помнишь, тебе можно или нельзя? Да, я разговаривала, да? Прости! Послушай, Матильда, у нас с твоей матерью возник план, он прямо касается тебя Хорошо, я слушаю Учиться в столицах дорого и опасно, мать слишком к тебе привязана, чтобы отпускать тебя далеко и надолго Но учитель требует, чтобы ты продолжала учебу Тебе же уже 17 Боже мой, 17 уже! Надо думать о будущем В общем, я решил, что ты поедешь ко мной, со мной в город Поступишь, например, на курсы медсестер Хорошая профессия, сможешь помогать людям Да и мне в церкви помощь понадобится Хорошо Я задумал несколько дел в пользу бедняков Вот В общем, через месяц я собираюсь показать представление благотворительное в публике «Паркинг» Ну, возьмем «Сон длительную ночь» Шекспира Загадочно и про высоко моральную любовь Да, публике понравится А, ты нарисуешь декорацию и сыграешь кому-нибудь Скажем, Титанию А где матушка-то? А Пойдем Здравствуйте Здравствуй, Астан Я могу остаться у вас на ночь? Или мне лучше? Совсем уйти Что? Конечно, проходи, садись Что? Ты говоришь Садись, рассказывай Ты сейчас все узнаешь Я для этого и прибежала Да говори же уже, что стряслось Юля повесилась в лесу Она была беременная Говорят, что ребенка ей сделал собственный отец Кто знает Астра, что с тобой? У меня будет ребенок Что? Ребенок? Он все ходил за мной Давно, ты знаешь Ну и меня к нему тоже тянуло Иначе я бы его совсем прогнала И вот как-то раз в лесу Стояла Ужасная жара Пекло просто Я хотела, чтобы он просто меня поцеловал Честное слово Ну, значит, он тебя любит А ты его, ты его любишь, Астра? Не знаю Он Он Я ничего не могла с собой поделать А теперь он боится отца Боится рассказать, что с нами спрессилось Нужно обязательно поговорить с его отцом Слышишь? И с твоим тоже Если мой отец узнает, он меня убьет Я не доживу до этого Юлия сейчас гораздо проще, чем мне Астра Ты не должна так говорить, слышишь? Ты не должна так даже думать Ты не сделаешь этого А тебе бы хотелось маленького? Если бы он был похож на Мартина Матильда Он такой красивый Я знаю, что нужно сделать Мы поговорим с Паули Я прямо сейчас Нет, 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 Рили Я запрещаю делать то, что я сделала Он святой отец И он обещал помогать людям Это его обязанность Это его работа Он сам говорил Поэтому он выслушает И он нам поможет Вы слышали, слышали? Когда сошла лавина Мартина участвовала в спасательных работах И много часов подряд рисковала свою жизнь Ни для кого это не было удивительно Отца он дается как огня Свадьба еще год назад была назначена И уже ли она не знала У нее первые состояния То ли 80, то ли 100 тысяч Отец Мартина уже продал мест на свадьбу Говорят, а это ж дома вообще пустует А нотариус неужели измирится? А дочку-то теперь куда с таким бревком? Порченый коварец Нет, ну как все начиналось Это же вообще ужас Говорят, Голос! Пойдем расскажем Итак, это скряга Наш нотариус Порога уперся Больше 80 тысяч За дочкой нет Твоя подруга рыдает в одной комнате Ее мать в другой А я уговарю папеньку Хотя бы шток с наливкой на стол поставить И вот появляется отец Мартина Ну, не ждали? Ну и говорит Ну, я, собственно, еду в город Сено продавать И думаю, ничего не стоит заехать к соседу-то Пак поговорить Пообщаться Ну, а нотариус отвечает Так, стало быть, с сеном-то в этом году повезло А сам гляжу Злится, что начал про сено-то говорить Лис Ну да Ну да, говорит У нас У кого еще лучше-то луга, чем у меня-то, а? Вот Смотри В какую семью отдаю дочь-то, а? Оцени Заживка Заживка Начинает обсуждать, да Что он это сено продаст Закупит 8 этих молочных коров К 42-м тогда Сыроварню Ему надо расширять уже Таком же Сыр-то уже поставляют В этот, во Францию Париж Ну так вот Собственно Отец-то Мартина и говорит, что Это хорошо А отец Астре отвечает, что А я вот по своим барышам Деятельность у меня интеллектуальная Механизмов нет, удобрения нет Даю 50 тысяч А вы И сам на реакцию с вами Эх, по у костей Да, кулак аж дрогнуло Я-то думаю На меньшее надежно Да, на меньшее надежно Да, на меньшее надежно Да, она сам-то говорит А это вдова-то Которая за Мартином Два года-то ухаживает Она Приданное 100 тысяч Пронесет Да Так что Меньше чем на 100 тысяч И никаких разговоров Не может быть и лечь А это начали Все А это вот Ничего, ничего Ничего Узадьбу Баракатуру Говорят, что ничего нету Мы ее в порядок проведем Да, проведем Да И к тому же Дочка-то нотарус Подпорчим слегка С этим-то надо считаться И с этими словами стоят И выходит Тут началось то Чего вообще никто не знал Никто это Жена нотариуса Которая прожила с ним 20 лет И за все это время Не была спрошена О свое мнение ни разу Встала и заявила Если Ты хочешь Чтобы я пережила эти сутки Верни его Я наложу на себя руки И я остро тоже Клянусь тебе Батарюс А что я речи потерял Это говорит Вот с этой вот тегрицы Я прожил 20 лет А и сам идет котлы Крестьянин босится там Со своей Повоской Что? Не заводится? Без ведра воды Никак Так поднимайтесь Поднимайтесь Возвращайтесь Мы воды найдем И чаю нальем И кофе Да еще похорее Возвращайтесь Возвращайтесь На 65 тысячах И свадьба За что? Не говорю За свадьбу А потом Сашли Душку Тому понравилось Какая платформа Четвертая 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 Иди проверь Привет Пошел Это и все Точно Тихо Все Все Хорошо В электропоездах Вагонах третьего класса С гамеки полировок С удобными сидениями Здесь чистое светло А если встать Когда проезжаешь Над глубоким ищелем То кажется Что поезд летит Тяпи с пассажирами Панерные кожные чемоданы И парусином И с акваяжем Можно Застегнуть И расстегнуть Молнию У вас когда-нибудь Был с акваяж на молнию? А Матильде говорят Уже исполнена 17 лет Ага И кажется Что она Пусть пострадает Молодого человека Которого Давай Полюбит И короче Что он обязательно Будь прекрасным Принцем Правда Не обязательно Со шпагой Банк На билете Но он обязательно Должен слушать Добро и правде Не в наряде Делаем Эту истину Она узнала в детстве С классной книги сказок Глубоко веровала в нее Тю cod Вот истин Тю модер Него Принцем Надежда Уруга Урю Но если для влюблённых неизбежны страдания, и таков её удел, так будем в испытаниях терпеливы. Ведь это для неё обычный крест, желания, слёзы, любви несчастной света. Ты произвела впечатление... На кого это? Разве не заметила? Моя дорога. А я без глаз тебя не смотрю. Так это он не на меня смотрит, а на тебя в женском платье видит. Священник в юбке, такая потеха! Ты тоже заметила? Мои прихожанки раскритиковали меня в полетрах. Я даже не знаю, как спектакль закончить, чтобы возмущение не вырвалось наружу. А ты её заметила, согласись, заметила. Дом приятный. Закончится представление, я вас представлю. Какая приятная встреча. Мы приехали надолго? Демобилизовался, решил поправить здоровье. Надеюсь, мой друг Паули приведет меня на пару-трое понедельник. Но, как оказалось, у него гостин кузина. Не хотелось бы компрометировать её своим присутствием в доме. Ааа, я что выступала сегодня в роли Герми? Как выигрышный ушиб спирожанский ролик? Вы не находите? Да, она очаровательна. Да. С этой девочкой я не могу состязаться. Совсем другой тип. Нет, я не пойду никуда. Ты же видишь, он же занят. Что такого, а? Надеюсь, вы не уедете, тем не менее. Очень бы хотелось с вами пообщаться в более спокойной обстановке. Непременно. Но сейчас бы я хотел бы поздороваться со своим другом Паули. Да-да, конечно. Мой старый друг Паули. Извините, мне нужно откладывать. Я хочу одеваться. Постой! Что ты будешь сегодня делать с этой девчонкой, а? В общем, ты прямо ко мне и прямо сейчас, да? Паули, подожди. По этой юбке я с тобой никуда не пойду. Ух! Ух! Ха! 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 Ху! Ха! Паули, может быть, я болен этим воскресеньем днем? Похода не располагала в гуляниках, а на церковных скамейках сидели барышни, пёстры в пальничных платьях. По обе стороны алтаря мальчишки обсуждали, кто играл в последнем спектакле папоротника, кто дуванчика, а кто эльфа. Кто-то сказал, приложил палец к губам. А маленький колокольчик, прикрыв ручонкой испуганное лицо, потянул голову в плечи. Сейчас. Знакомься, Матильда. Это Вестон, мой друг. Он летчик. Был летчиком. Приехал дышать свежим воздухом и поправлять здоровье. Очень приятно. А это Зилов. Обрати внимание. Само благоразумие. У моего приятеля Паули очаровательный путь. Не смущает девочку, а не то она подумает, что я слишком преувеличиваю твои достоинства. Ну правда, он доктор. И больные ему доверяют. Ты за голову на книг, Паули. Ну так, не без влияния друзей. Есть пара действительно настоящих романов. Вертор, идиоты, и в поисках утрачено время просто. Но вряд ли романы могут быть столь жестокими, как жизнь, в которой мы живем. Павел, ну это демагогия. Вот ко мне приходит помогать мне по хозяйству девушка. Я у нее вчера спрашиваю, хочет ли она мыть посуду. Она ответила мне. Какая разница? Мне это безразлично и вам это безразлично. Да, да, господин Зилов. Я знаю, что такое драма и трагедия. И знаю жизнь своих прихожан. Это целый роман. А помочь мы ничем не можем. А я могу. И помогаю. За хорошие деньги. Да, Зил, предлагаешь доработать бесплатно. Не горячитесь. Никто не обвиняет врача в том, что он берет гонорары. И чиновников в том, что он получает жалование. Если бы они честно выполняли свою работу. Вот здесь меня никто не может обвинять. Я лишь говорю, что мы ничем не можем им помочь. Наше дело только сочувствовать. А этому романы, особенно новейшие, не учат. Нам, по-моему, за сочувствием нужно обращаться к сказкам. Все, что сказано в романах, уже давно написано в сказках лучших из них. Сказка. Ну ведь сказка, это же несколько страниц. Ну как же они могут отразить судьбу, страдания, чувства героя? Мы читали когда-нибудь сказку о том, как мать ушла искать смерть, унесшая ее дитя. Зилу, вы не были на представлении, которое устроил Павли? Мы тиндер прекрасно читали. Так расскажите нам вашу сказку. На пороге избушки сидела ночь. На ее волосах сверкали алмазы. Мать спросила мне, знаешь ли ты, как найти смерть? Дочь ответила ей, тебе не догнает смерть. Она быстрее молнии. Но если ты споешь все песни, которые пела своему сыну, я помогу тебе. Мать вспомнила все песни, которые знала. И тогда начутилась у берега моря. Море сказала, на моем дне множество прекрасных желчок, но ни одна из них не сравнится по красоте с твоими глазами. Отдай мне свои глаза, и я ухожу тебе дорогу. Мать выплакала глаза, и море раступилось перед ней. Она перешла на другой берег. Она видела там куст шиповника, занесенный снегом. Куст сказал ей, согрей меня. Мать обняла его, и острые шипы впились в ее тело. И тогда от выступившей крови на кусте шиповника расцвел прекрасный белый цветок. И она, ведомая ароматом этого цветка, пришла в большой сад. Тут я не отдохнула холодом, и перед ней стояла сама смерть. Смерть сказала, среди тысячи цветов в моем саду здесь есть твой сын. Сможешь ли ты его узнать? Мать тут же побежала к крошечному цветку крокуса и сказала, вот мой сыночек. Я узнала его побиение из сердца. Тогда смерть вернула ей зрение и подвела к двум колодцам. На дне первого мать увидела счастливого человека, отца большого семейства. На дне второго – убийцу, голова которого лежала на плахе. Смерть сказала, один из них твой сын, но я не скажу, какой. Хочешь ли ты до сих пор, чтобы я воскресила его? Ты, наверное, много раз перечитила эту сказку? Да. Ты сейчас. Все матери одинаковы. Все. Когда умер наш отец, мы остались совсем без средств. Боже мой, до чего же мы были бедны? 20 лет она гнула спину, только чтобы я как-то стал мамой. Зато теперь ей живется хорошо. Да, теперь ей живется хорошо. Потому что у нее хороший сын. Не смущайтесь. Это заслуженный бухгалат. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А Паули сейчас нет. Они с Уэстоном ушли, вы знаете, в здание суда, разговаривать с городоуправляющим, чтобы он разрешил торговкам проходить прямо через парк с их тяжелыми корзинами, а то вокруг парка не очень удобно. Так что их с Уэстоном нет, они ушли. А Паули прочел сегодня прекрасную проповедь, вы не находите? Я почти не слушал ее. И мне кажется, что Уэстон ходил в церковь не потому, что он набожный. Почему вы так думаете? Я думаю, он хочет проникнуть в ваш дом. Нет, Уэстон приличный человек, и он внимательно слушал проповедь. А я думаю, что он ходил в церковь только ради вас, и вы сами это знаете. Что вы такое говорите? Уэстон, он же летчик, он такой... Он весь мир видел, а я кто? Я всего лишь маленькая девочка. Может быть, во всем мире он больше не видел такой девочки? Вот вы смеетесь, а мне не до смеха. Я вообще не хочу, чтобы он сюда приходил. Постарайтесь не убить меня, ведь я виноват только в том, что оказался у вас на дороге. Простите меня, пожалуйста. А мы как раз с Паули обсуждали, что вам подарить на день рождения. Вы любите собак? Да. У меня в деревне даже есть сцеты. Он правда к старости стал таким сновым и смотрит на всех, как будто у него хризантема в петлице, знаете? А у меня две таксы, и они далеко не сновы. Паули, слушай, я жених на твоей кузине, ты не против? Ну, а ты ее об этом не спрашивай? Брось, ей 17 лет. Что она знает о жизни? Разве она может выбирать? Знаешь, я несу ответственность перед ее матерью. И к тому же я желаю ей счастья. Спасибо. Спасибо. Нет, это она должна решить сама. Это было такое странное видение. День клонялся к вечеру, но закат пылал зеленым светом. И маленький зверек, похожий на зайца, прикриклив на коня и правил к середине водопада. Детка, ну что тебе привиделось? Ты же ничего не пила, откуда же тогда пьяные видения? Да, в самом деле смешно. Как твои успехи на сетеринских курсах? Когда ты сможешь приступить к работе? Что? Ты хочешь, чтобы я уже работала? У тебя в кабинете? Я смогу, да? А когда приступать? Да хоть завтра. Договорились. Если все будет получаться, мы сможем уволить систему. А со временем, может быть, я даже смогу сама принять кого-нибудь из пациентов? Ну, если случай, не очень тяжелый. Отлично, если удастся сэкономить. Нам понадобится новая квартира с большой гостиной и с буфетом. И это обойдется недешево. Зато, когда я буду возвращаться домой, ты сможешь встречать меня в хорошо обставленном доме. А еще нам понадобится машина. Стоятельному доктору нужна машина, это важно для моей репутации. Кроме того, мы могли бы ездить в природу. Ты ведь любишь природу? Да. С матерью. С матерью тебе придется ловить. Детей двое, да как минимум. Сначала у нас родится мальчик, а потом мы подождем лет пять-шесть. Ну, если вообще захотим иметь второго ребенка. Хотя к тому времени я уже стану состоятельным доктором, и гонораром можно будет попросить. А потом еще попозже, когда у тебя седина появится в волосах, ты сможешь передать практику сыну, а дочке уже к тому времени исполнится семнадцать. Ну, без лишних слов, вы даете мне замуж, да? Значит, ты согласна? Согласна. На что? Ну, выйти за меня замуж. О, если вы хотите целоваться, имейте в виду, я ничего не вижу. Можешь смотреть. Значит, вы обо всем договорились? Как же это все получилось? Я теперь его жена и должна ему помогать. ТОМОН Звучит музыка. За окном блестел и переливался снег. А пятикомнатная квартира скорее напоминала ледяную пустыню. Мебель у нее все еще выглядела так, словно она была выставлена в магазине. Как два года назад. Единственное, что удалось убрать в Матильде, это букет из искусственных трав и маков, которые им дали в придачу купленной мебели. Зинов, раз и навсегда расставивший по полочкам всех своих близких, как и расставляют безделушки, он не замечал атмосферы в библии в магазинах. Он был, как всегда, собран и сосредоточен. КОНЕЦ Какая жалость. Что ни говори, о сервис уже не тот. Что ни говори, о загубленном. Я ведь уже извинилась за то, что разбила те тарелки и другие, я купила в точности такие же. Не спорь, смотри. Не надо привыкать к обеспеченному существованию. Оттенок фарфора совсем другой. Я просто прошу, чтобы в доме был порядок. Неужели это так много? Я всю жизнь работала, как волк, чтобы вырастить и выучить моего мальчика. Все должны работать. Опять лишние расходы. За те тарелки я вычл из денег, что даю Матильде на содержание. За это я тоже вычту у нее. Как ни крути, деньги все равно твои. Она ничего не принесла в наш дом. Мам, ну мы не можем ее потом упрекать. Я женился на Матильде, потому что не хотел никакой другой жены. Мы ведь знали, что она беспреданница. Раз так, ей следову бы, по-моему, вести себя поскромнее. Она еще очень молодая, я поговорю с ней. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Для моей девочки, ну как же мы пойдем к другому врачу? Я уже вам все объяснял. Девочке нужна повторная операция. Я не могу ее делать бесплатно. Я и так беру с вас самую минимальную плату. Позови следующего пациента. Матильда, позови следующего. Она должна мне больше 500 франков. Это больше, чем я плачу в месяц и квартиру. Хорош бы я был, если бы продолжал ее принимать. Я не могу тебя слушать. Не дай погаснуть везде. Это еще что такое? Так в одной детской сказке было сказано. Кто даст погаснуть везде, тот станет нищим. Я стану нищим, если буду тебя слушать. Так дай мне, что девочке не понадобится еще одна операция. Откуда я знаю? Может быть понадобится. Ну и пусть тогда ведет ее в больницу для бедных. Врачи не будут знать, как протекала ее болезнь. Мне могут ампутировать руку, разве ты не понимаешь? Что я могу сделать? Я же не Господь Бог. Ну иногда бы ты мокрым быть, если бы захотел. С твоими фантазиями не проживешь. Ты ведь и так в этом году купил себе машину, а твои сбережения все равно в два раза больше, чем в предыдущем. Ты все равно разбогатеешь, только не так скоро. Не лезь в мои дела, они тебя не касаются. Ты будешь лечить девочку? Нет. Позови следующего сына. Я больше никого не позову. Здравствуй, сынок. Я несла тебе обед, посмотри, кого встретила. Здравствуйте. Как приятно не ожидалось. Я легко отдала твоей матери увезти меня от намеченных дел. А это твоя жена, Билов? Хорошенькая. Я помню, вас вы как-то играли в благотворительном представлении. Очень мило. Да, у нее много талантов. Я уже закончил прием, могу проводить тебя куда хочешь. Отлично. Я как раз собиралась посетить одну только что приехавшую приятельницу в отеле. Нужно прогуляться через парк. Это по пути. Конечно. Поссорились. Ты не должна вмешиваться в дела моего сына. Ты должна помогать ему. Он так много работает, заботится о семье, тебя кормит, между прочим. Ты думаешь, никто не видит, как ты воруешь лекарства из шкафчика? Я просто хочу помогать пациентам, от которых отказался Зилов. Вот и все. Да ты разоришь нас! Ты разоришь свою семью ради каких-то голодранцев, которые отказались платить за честно сделанную работу. Зилов хороший врач. И он достоин самой высокой оплаты. Да, Зилов хороший врач. Но он плохой человек. Не тебе его упрекать. Ты должна быть счастлива тем, что имеешь. Всем должны быть счастлива тем, что имеем. И стремиться к лучшему. И ты сама прекрасно знаешь, что он не такой. Не упрекайте меня ни в чем, пожалуйста. Я делаю все, что могу. Пойми. У тебя хороший муж. Он не бьет. И не бьет свою жену. Спасибо. Пойми. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Нет, это безнадежно. Вот ты такая же, как твой отец. Тебя ждет его участь, если ты не образуешься. Как мой отец? Что ты имеешь в виду? Он поручился за принятия. Как только отразилась катастрофа, он струсил. Зачем? А последние деньги он пропил. Только потом уже он вышел из игры. Вышел из игры? Что это значит? Что это значит? Будто ты не знаешь. Я знаю, что у моего отца был сердечный приступ. Спроси у Павла. Твой отец повесился. Что? Твоего отца был избитый. Я помню, как он пришел ко мне. На несколько дней до своей смерти он принес мне куклу с золотыми волосами и мою книгу сказок. Он выглядел таким счастливым. Да, он показал свое благородство. А потом бросил жену и ребенка на произвол судьбы, да? Зато он мне дал погаснуть звезде. Подумай хорошенько, хочешь ли ты быть таким, как он? А че? О, привет, честная компания. Паулик. Ехал мимо, да, я думаю, загляну к старому знакомому. Здравствуй, Паулик. А почему ты плачешь, Дмитрий? Я не плачу, я просто так рада тебя видеть. О, я красавица. Счастье. Сегодня праздник. Мы должны отпраздновать его как следует. Так, для этого я и приехал. В общем, я сделаю. Украду у тебя жену. Мы ему пойдем гулять. А вечером в ресторане встретимся. Я не возражаю. Украду у тебя жену. Украду у тебя жену. Украду у тебя жену. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДигаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Хорошо, все при ты мне обещала, что все будет хорошо, до свидания. Шшшшшшшшшшшш. Здравствуй, Сватя. Ой, здравствуйте, как добрались? Давай без церемоний. Ты знаешь, зачем я пришла? Да, Матильда мне все рассказала, и я уже поговорила с ней, она не вернется к взрыву. Этого мало, милая, мало. Я понимаю, у Матильды очень строптивой, и следует быть в поддержании. Если она обещает быть покорной женой, пусть возвращается. В добрый час. Хотя, дочь твоя не заслуживает прощения. Наоборот, ей было бы полезно узнать на собственной шкуре, что такое бедность. Да поголодать, да поработать потяжелее, да пусть возвращается. Но вести себя надо иначе. Отныне и я, и мой сын ждем от нее послушания. А ведь она старается. Ну да, у нее по молодости может что-то не получаться, но иногда ее можно и простить, она ведь не сделала ничего плохого. Да она никогда не была покорной женой, но это, знаете ли, переходит все границы. В довершении всего удрать от мужа из-за одной и двух пощечек. Что? Что вы такое говорите? Ну, по крайней мере, она заслужила за трещину. Зачем мы вообще приехали? Я гоню свою дочь к человеку, который ее бил? Так кто говорит бил? Муж должен жену учить и воспитывать. Убирайтесь вон отсюда, убирайтесь вон отсюда! Я-то уйду, а вот вы-то подумайте. Да я плюну ему в лицо, дайте мне его только увидеть! Почему ты мне ничего не сказала, Матильда? Я знаю, почему ты мне ничего не сказала. Матильда, если ты к нему вернешься, я тебя отрекусь. Не ты, не я больше о нем не вспомнил. Позор, который не возвращается. Мама, смотри. Кошка, видишь? Видишь, мама? Хвост торчит из ржи, выглядывая. В этой рожке в камере сходится. Так это же не хвост. А что же это? Проходная труба. Куда же плывет этот пароход? В далекие, теплые остры. У тебя растут большие красивые детки. В тихо, всё babe. Не нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой друг страстно ждет... Так говорят по-немецки? Страстно ждет... Говорят... Хорошо, спасибо... Знаете, у меня к вам есть личная просьба... Остров Ява... Это очень печальное и грустное место... Люди, которые там живут, для того, чтобы как-то раскрасить свою жизнь, пьют. Но мой друг, пожалуй, пьет слишком много. Не мог бы ли я написать в своей телеграмме, что госпожа Зилов, это неприятно. Я думаю, для пользы моего друга это было бы полезно. Боюсь, я ничего не вправе запрещать господину Уэстину. Но знаете что? Напишите, что я была бы очень рада встрече с ней. Хорошо, я обязательно это напишу. Знаете, когда я сюда ехал, я прочитал путь водителей разваленных старого замка. Они где-то здесь неподалеку. Не могли бы вы мне указать, где они находятся? Да, я покажу вам. Вон, идите туда, к дальним холмам. Вы там легко найдете, как-то там почти ничего не осталось, только старый сад. Спасибо большое, вы мне очень помогли. До свидания. До свидания. И тогда девушка с серебряными руками родила королю прекрасного сына. Но король так долго был в походе, что черт успел настроить весь дворец против безручки. Ей пришлось забрать своего сына и пуститься по свету в поисках короля. Она много дней и ночей провела в пути, сбивая ноги. И тогда к ней спустилась дева Мария и подарила ей руки. И она вместе с сыном встретила своего мужа. Как хорошо, что ты пришла к нам. Ко мне, к моей Розе. Здравствуйте, господин учитель. Как хорошо выглядите. Смерть меня не берет. Ты же помнишь, Роза не хотела, чтобы мы ставили на ее могиле ни креста, ни памятника. Все, что осталось, это ее фотография. Хорошо, что успел сфотографировать. Такая она была наша Роза. Да. Скажите, учитель, а вы не знаете, случайно, сколько идет письмо от нас до острова Явы? Приблизительно знаю. Между метрополией и колонией существует постоянная авиасвязь. Почтовая. Может быть, даже можно пассажирам летать? Да, она не только почтовая. Они берут и пассажиров, а ты собралась на остров Явы? Нет, просто спрашиваю. Так, сколько по-вашему идет письмо? Дней пять или шесть. Ну, если послать морем, то это будет очень долгая история. Спасибо. Я посижу здесь еще немножко. Да, конечно. Спасибо. 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 Чтобы отправить письмо сегодня, мне же нужно прямо сейчас ехать на вокзал. Поезд, который мог бы увезти мое письмо, отправляется с минуты на минуту. Хотя нет, я просто стала забывать о списании, но у меня еще есть. Нужно, Боже, нужно написать любимый или мой самый любимый. Мне о таких вещах вообще писать не нужно. Господи, нужно торопиться. Потом можно потерять целый день. Если... Нет, я не смогу. Не смогу опустить письмо в почтовый вагон. Лучше сама поеду в город и отправлюсь к главпочтам. Ты так надежнее. Нужно взять только с собой портюны в сапояжи, могут понадобиться покупки. Конечно. Нужно купить английский костюм и туфли на тонкой шпильке. И сорочку, чтобы она легко сминалась и поддавалась его рукам. Крокодиловую сумочку. Монета поцелова в состоянии. Если он уже выехал, он может захотеть, чтобы я выехала к нему на встречу. Тогда понадобятся деньги. Да, сумочку покупать нельзя, но встречать в том же платье, в котором я ходила за ужин за зилок, он тоже нельзя. Это же... Просто уважение. Так. Боже мой. Только бы он хорошо добрался. Остров Явы, это ведь так далеко, зачем он только туда уехал. Господи. Мой властелин, моя опора на тебя, мое упование. Моги ему, пожалуйста. Если рядом с ним погибнут тысячи, пусть его минует чаша сия. Я помню осмеление. Человеческое сердце может принести все, что угодно. Дай мне огромное счастье. Решу и горе. Великую радость. Уэстон приехал. Уэстон приехал. Уэстон приехал. Уэстон приехал. Скорее, скорее. Скорее, держи. Держи. Хорошо, привет. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так мило, что вы вышли ко мне навстречу. Вы ехали дольше, чем я шла. Я так волновалась за вас. Простите, что доставил вам эти беспокойства. Мама, не пугайся, у нас гости. Это господин Ластин. Он мой будущий муж. Ты что, собралась замуж? Ты когда это решила и почему мне ничего не сказала? И вообще, что за пожар? А разве так выходит замуж? Да, мама? Именно так и выходит замуж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА